Обсудить энергоэффективность собрались представители департаментов, крупные потребители и потенциальные инвесторы. В крае ежегодно тратят 70 миллиардов на ресурсы. Экономия даже в 5% для этой суммы колоссальная. Понятно, что их очень много у нас в крае, и воды, и электронегии, но их надо беречь. Есть федеральная программа, которая необходимо выполнять и на территории Приморского края. Это даст сильный толчок развития. Нам на самом деле не безразлично, как расходуется краевой бюджет, и наши собственные платежи за коммунальные ресурсы. В этом и есть цель совещания. А сколько же в соответствии с той программой, с тем законом, который краевой принят, сколько у нас, каким образом прошли, сколько сэкономили, и что мы можем сделать в дальнейшем. В сфере энергетики закон предоставляет новые пути для экономии. Например, поиск инвесторов. Схема такая. Частный инвестор вкладывается в модернизацию энергосистемы бюджетного учреждения. Возврат осуществляется из экономии. Инвестор забирает только часть сэкономленных денег, а часть остается в учреждении. После окончания контракта оборудование тоже остается. Мы потенциально интересными для себя объектами рассматриваем все бюджетные учреждения. Края – это здравоохранение, образование, культура, спорт. Потенциал инвестирования по этим объектам в текущем году при наличии потенциала для экономии мы оцениваем где-то порядка в полтора миллиарда рублей. По поручению в Рио губернатора Андрея Тарасенко в Приморье сейчас разрабатывают стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства, которая поможет привлечь инвестиции в данную отрасль, а значит сэкономить больше денег в бюджете. Сохраненные средства реинвестируют в экономику края.